Ранним субботним утром 10 сентября жители дома номер 41 по улице Мичурина пережили шок. В 7 часов утра я просыпаюсь, открываю окно, мои окна вот выходят. Я увидела, что нету, потому что перед этим они проехали, и Иван Яковлевич поставил колышки, чтобы не ехали по кустарникам. Смотрю, колышков нет, не поняла. А решеткой плоховато вышли, на счастье инфаркт, Ивану Яковлевичу сердце болит до сих пор. В то утро за сердце схватились многие жители дома. Молоденькие березки, заботливо высаженные ими в канун Дня Победы, были вырваны с корнем или безжалостно сломлены. Кому помешали набирающую силу саженцы? И люди, которые в мае 2020-го решили поддержать всероссийскую акцию по озеленению своих дворов. Было объявлено вот такое мероприятие всероссийское, и мы в этот день провели субботник, очистили всё, и стали высаживать вот эти деревья и кустарники. Буквально за неделю-две было вот больше 60 деревьев и кустарников высажено. Изначально акция встретила неожиданное сопротивление. Но нам, водители, так и заявили, мы всё равно будем вытаскивать ваши деревья. Первым пострадал главный садовод дома, пенсионер Иван Яковлевич. Он, как за малыми детьми, ухаживал за саженцами. Я видела Иван Яковлевич каждый день с полпятого поливал это всё. Ходил. Он и сажал, и поливал. И сажал, сажал он, поливал всё. И колышки вставлял. Всё. В один из дней выдернули 11 деревьев, и ему засунули под стеклоочиститель, проткнули колесо, у другого колеса ниппель заткнули спичкой и фару разбили. Вот. Всё это мы написали в РОВД. Ну что РОВД? Приехал участковый, со всеми поговорил. Ну что ещё сделает? Ему ответили, что никого мы не нашли, кто вашу машину повредил. Вот и всё. До появления саженцев здесь, среди рослых берёз, размещалась стихийная автостоянка. Говорят, свои машины в тени деревьев ставили в основном жители соседних домов. Потому и грешат жители дома, что вандализм – дело рук обиженных автовладельцев. Здесь две женщины пожилого возраста. Так и сказали тоже нам в глаза живьём, что мы всё равно будем выдёргивать. А зачем им это надо? Ну зачем? У них тут внуки, молодёжь ставят машины. Вот из того дома. Это не первый раз у нас такое. Уже выдёргивали за лето. Несколько раз, да. И Иван Яковлевич привозил опять саженца, опять всё это высаживал, опять ухаживал, поливал. Он тут как за детьми за ними ухаживал. И мы все его поддерживали. Я ему сколько раз говорила, господи, дай бог вам только здоровья, доброму человеку такому. И вот сейчас довели человека чуть ли не до инфаркта. Это вообще, конечно, просто кошмар. Я говорю, есть люди, которые рождаются для того, чтобы создавать, а есть варвары, которые только для того, чтобы уничтожать. В субботнее утро 10 сентября от вандалов пострадала и эта живая изгородь, высаженная вдоль тротуара. Сделали мы живой забор из кустарника, шиповник. По нему специально ездят колёсами. Прям протекторы видны по всем кустарникам. Ездят. Жители дома не думают отступать. Пока есть силы, будут восстанавливать будущий парк. Вот эту берёзку мы посадили вновь. Она была выдрана с корнями. И дай бог бы прижилась. Поливаем каждый день. Мы обращаемся к правоохранителям. Разберитесь с ситуацией у многоэтажки по улице Мичурина. На словах все радеют за чистоту окружающей среды. А на деле? Я хочу обратиться к тому, кто делает вот это безобразие. Ну, как в мультфильме. Ребята, давайте жить дружно. Но ничего плохого мы не сделали никому. Высадили зелёные насаждения. Полгода они уже растут. Но где-то этот человек, который мстит машину-то свою, уже ставит где-то полгода. Ну, зачем вредить? Мы следим за ходом событий.